Всем привет, дорогие друзья! В этом видео разберем с вами ролик с канала TED. Наверняка многие из вас знают этот канал, это один из самых популярных каналов на ютубе. А знаете ли вы, как расшифровывается эта аббревиатура? Технологии, развлечения и дизайн. Ну, как вы понимаете, конечно, там темы намного шире. Миссия вообще всех этих видео и самой компании, в принципе, в распространении уникальных идей. Как можете заметить, когда у них начинаются ролики, у них вот идет сначала их логотипчик, и дальше идет фраза ideas worth spreading. Идеи, которые стоит распространять. Сегодня мы с вами разберем видео с канала TED.Ed, которое, по сути, является частью вот этой вот компании TED. И на этом канале они делают разные такие анимационные ролики по разным тематикам. По литературе, истории, физике, химии, по всему. Как устроен этот мир, космос и все на свете. Не переключайтесь, меня зовут Настя, это канал Puzzle English Life. Поехали! Помимо того, что сегодня мы с вами разберем разные фразы из видео с этого канала, я вам также покажу, как можно пользоваться видеопазлами на нашем сайте. На самом деле, это очень полезная штука. Ссылку на видеопазл вы увидите в описании к этому видео. После того, как вы посмотрите, ну, как я сделала разбор со всеми фразами, вы можете перейти и сделать видеопазл повторно, что вам позволит потренировать ваш слух еще раз и запомнить новые слова и выражения. А мы с вами начинаем. И название видео, которое мы будем с вами разбирать, звучит следующим образом. Questions without answers. Вопросы без ответов. Давайте же посмотрим, что это за вопросы такие. Здесь я хотела бы обратить ваше внимание на два момента. Первое, это классное выражение endless hours, то есть бесконечное количество часов, да, огромное несчетное количество. И также на глагол spend и как мы его можем использовать. Например, когда вы хотите сказать, что я потратила уйму времени на выполнение домашки. Нам нужно вот это все дело сказать следующим образом. I spent hours doing homework. То есть смотрите, на первую позицию мы ставим наше подлежащее, дальше у нас идет глагол spend в нужном нам времени, в данном случае это просто прошедшее время. Дальше мы ставим, сколько мы на что-то потратили время. И дальше у нас идет глагол обязательно с инговым окончанием. I spent hours doing my homework. Да, я потратила часы, да, целую вечность на выполнение домашнего задания. Кстати говоря, в наших видеопазлах вы можете включать и выключать русский и английский субтитры. То есть я бы вам советовала, когда вы только начинаете смотреть видеопазл, включайте либо английский, либо английский с русскими субтитрами, чтобы вы видели сразу фразу и как она переводится. И будете слышать, как это все дело вообще произносится. И сразу из видеопазлов вы можете добавить любое слово в онлайн-словарик, который также у нас есть на сайте. И дальше вы можете в этот словарик перейти и тренировать слова, которые вы выписали в различных упражнениях. А мы с вами переходим к следующей фразе. Отсюда я бы хотела взять глагол puzzle about, это озадачиваться чем-то. И также есть еще классное выражение be puzzled. Быть озадаченным, то есть, ну, когда вы не понимаете, что происходит. Вот, например, сейчас про настоящую ситуацию можно сказать то, что we are all puzzled. Да, мы все озадачены, не понимаем вообще, что происходит. И еще хотела бы обратить ваше внимание на конструкцию used to. Мы ее используем, когда мы хотим сказать о каких-то привычках либо повторяющихся действиях в прошлом. То есть, допустим, я могу сказать I used to go clubbing a lot. Я ходила в клубы очень часто. Это значит то, что я ходила в них раньше, а сейчас это уже не так. Вот именно эта фраза нам помогает выразить этот смысл. Или я могу сказать We used to see each other a lot. Да, мы раньше, вот раньше, да, мы можем в русский вариант добавлять это слово. Раньше мы виделись часто. То есть used to мы используем только для привычек или повторяющихся действий в прошлом. Окей? Поехали дальше. И в этом отрывке очень классный вопрос, которым я задаюсь, наверное, каждый день. Каково это быть собакой? Вот этот вопрос прям можете заучить вот в таком формате. И он практически всегда будет употребляться именно вот в такой вот схеме. И чтобы потренировать его, напишите свои собственные вопросы в комментариях. Например, Каково это быть президентом? Тоже очень интересно. Дальше едем к следующим вопросам. Чувствуют ли рыбы боль? А как насчет насекомых? Вот здесь хочу обратить ваше внимание на выражение How about? Как насчет? То есть, например, ну, можно спрашивать его, можно использовать его вот в таких вопросах. То есть, чувствуют ли рыбы боль? А как насчет вот этого? А как насчет того? Или когда вы предлагаете что-то кому-то. Например, Как насчет фильмеца сегодня? Или Как насчет того, чтобы выпить? И далее автор ролика задает ряд действительно крутейших вопросов. Давайте послушаем. Существует ли Бог? И если так, то почему мы все уверены, что Он это Он, а не она? Вот здесь обращаю ваше внимание на конструкцию If so, если так, да, не If it is like that, If so, обычно всегда. Если так, то бла-бла-бла. И также, смотрите, у нас здесь в вопросе перед he и she стоит артикль a. Обычно мы вообще этот артикль не ставим перед местоимением. Да вообще никакой артикль мы перед местоимением не ставим. Однако, здесь у нас имеется в виду, ну, мы спрашиваем про род, да, он или она. Например, вы увидели на улице миленькую собачку и хотите спросить у ее хозяина, девочка это или мальчик. Вы можете сказать, Это девочка или мальчик? То есть, по сути, это то же самое То есть, вот именно в этом контексте перед местоимением he и she мы можем поставить артикль a. Do I have free will? Если у меня свобода воли. Free will. Свобода воли, ну, или свобода выбора. Вот will, когда это у нас существительное, чаще всего будет переводиться на русский язык как воля. Free will. Свобода воли. Why am I conscious? What is consciousness? Will robots become conscious one day? И еще один крутой вопрос. Why am I conscious? Почему я в сознании? Да, этим вопросом вообще задаются, задавались и, наверное, будут задаваться философы всего мира и вообще, ну, очень многие люди, да. Что вообще происходит? Вот здесь обращаем внимание на прилагательное conscious, которое может переводиться разными способами, но два самых распространенных значения это быть в сознании, в плане, понимать, что вокруг нас происходит, да, вот быть в сознании, ну, вот это вот философское понятие сознания, да, у нас есть мозг, есть сознание, вот быть в сознании. И также это может значить именно сознание в физическом плане. Например, она оставалась в сознании в ходе всей операции, да, то есть не была под наркозом. А антонимом к этому слову является unconscious, ну, то есть, соответственно, быть без сознания. И дальше идут два смежных вопроса. Что такое сознание вообще? Consciousness, да, здесь мы к слову conscious добавляем суффикс ness, consciousness, сознание. И будут ли роботы когда-нибудь в сознании? Что, кстати говоря, вполне себе возможно. И далее автор ролика говорит о том, что практически на все эти вопросы действительно невозможно ответить. Ну, потому что у нас просто нету достаточных знаний о нашем мире. Однако... Но погружение в них, в эти вопросы, волнительно, потому что это нас подводит к грани непознанного. Вот отсюда с вами возьмем глагол dive into. Погружаться может иметь прямое значение, ну, в смысле, заниматься дайвингом, например, погружаться под воду и погружаться во что-то. Ну, то есть, интересоваться чем-то. Например, Артисты должны быть готовы к тому, чтобы погружаться во что-то неизвестное. Или Уличные рынки – это отличное место, чтобы погрузиться в местную атмосферу. Вот такой разбор у нас на сегодня получился. Я надеюсь, вам было интересно. Кстати говоря, дорогие друзья, на самом деле, это не все вопросы, которые присутствуют в этом ролике, потому что нереально вообще разобрать все. Переходите обязательно по ссылке, смотрите видеопазл полностью и выполняйте упражнения после. Вы можете добавить еще какие-нибудь интересные фразы или слова в свой словарик, их выписать, их подучить, послушать еще раз, о чем мы сегодня с вами говорили, чтобы потренироваться лишний раз. А я с вами на этом прощаюсь. Успехов во всем. And see you very soon! Субтитры сделал DimaTorzok